В настоящее время 10-50 тысяч вакансий в Узбекистане уже есть. Миграции трудовой не надо бояться. Чем вы можете помочь людям? Мы предлагаем бесплатное обучение по этим профессиям. Это бесплатно. Государство может помочь, но содержать не обязаны. Я поспорю, не хотите отвечать. Кто-то хорошо выполняет свою работу, кто-то плохо выполняет свою работу. Государство может помочь, но содержать не обязаны. 250 долларов ты можешь и здесь заработать. Если вы хотите помочь, то вы можете помочь. Я хочу сразу сказать большое спасибо министерству труда и занятости, потому что человек такого ранга, как первый заместитель данного министерства в нашей программе, мне очень, правда, приятно. Потому что полемика, которая началась из того, что вами было сказано, 40 тысяч рублей не устраивают наших мигрантов для работы в России, конечно, вызвала бурные такие, сразу скажу, негативные реакции. В том числе и с моей стороны тоже. Я очень благодарна, что вы сразу мне и написали, и вышли с нами на связь. И мы попросили вас, чтобы вы приняли участие и как бы разъяснили этот конфликт, чтобы у нас как бы был исчерпан. И мне приятно, что вы пришли. Расскажите, что на данный момент представляет из себя ваше министерство труда и занятости? Министерство занятости и трудовых отношений имеет подведомственные учреждения, имеет областные филиалы и районные подразделения. Это большая семья, у нас 5 тысяч человек. С 2017 года мы полностью трансформировали свою деятельность, стали оказывать больше услуг для населения, чтобы обеспечить его занятость в соответствии с стратегией действий от 17-21. Скажу, что раньше министерство, какое было раньше, какое стало сейчас. Раньше мы занимались до 17-го года, откровенно говоря, больше статистикой созданных рабочих мест, больше документами на высоком уровне, нормативными. В 17-го ситуация поменялась в корне. Мы стали идти, как говорится, в народ, стали предлагать услуги. За 4 года мы дополнительно 15 новых услуг ввели. Это правда для населения. Это совершенно новые услуги. Во-первых, это впервые мы расширили общественную работу до 20-го направления. В прошлом году полмиллиона человек мы привыкли к общественной работе, например. А вообще в прошлом году 2 миллиона человек мы обслужили безработных. Мы ввели такой механизм, как субсидии. То есть безработный, если хочет заняться предпринимательством, заняться на дому, например, или бесплатно обучиться, мы оплачиваем обучением и даем субсидии. То есть безвозвратное выделяемое средство на занятие предпринимательством, на занятие в предпринимательных участках и так далее. Я могу часами говорить, но понимаю, что время короткое. Эргин Мадарбейкович, давайте мы просто с вами определимся, что я буду задавать конкретный вопрос, а вы будете давать коротенький, но такой всеобъемлющий ответ. Почему? Потому что есть просто конкретные вопросы у нас к вам, и до этого я хочу попросить посмотреть ваш рекламный ролик у нас есть, чтобы люди хотя бы представили, о чем мы будем сегодня говорить. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем вы можете помочь людям, которые сейчас на данный момент не имеют работу, людям, которые хотят выехать работать в Россию? Или те, кто именно хотят остаться здесь у нас и ищут работу, но пока не могут себе ее найти? Пять направлений, которые можно помочь безработным людям. Первое – найти вакансии рабочих мест. У нас, попытаясь более понятным, есть такая система, единая национальная система труда, куда включены все полмиллиона наших работодателей в Узбекистане. Полмиллиона работодателей. Полмиллиона работодателей, да. Мы имеем в виду рабочие профессии. В моноцентрах наших районов, в центрах обучения, в Махалинских пунктах профессионального обучения, где бесплатно безработного человека обучают профессии. Если у него трудная жизненная ситуация, даже назначаем ему стипендию. То есть человек пришел, он безработный, регистрируется в нашем центре хозяйственной занятости, мы отправляем его на учебу. Если ситуация в семье сложная, никого не работает, нет средств к существованию, то мы оплачиваем ему стипендию еще, чтобы он... Сразу перебью. Иркин Мадарбекович, скажите, пожалуйста, где находится центральный ваш моноцентр? Нет центральных. Во всех регионах по одному, в Сюрхан-Даре даже два. Хорошо. Давайте мы скажем о Ташкенте. В Ташкенте где находится моноцентр? Яшнабадский район, Паркенская улица, 331, если я ошибаюсь. Еще раз повторю. Яшнабадский район, улица Паркенская, 331. Правильно я сказал, да? Да, в интернете тоже есть. Там находится центральный моноцентр по Ташкенту, по трудоустройству безработных граждан. Я просто повторю, чтобы кто не успел... И профессиональному обучению. И профессиональному обучению. То есть... И кроме того еще. То есть туда пришел человек, вот я пришла, я безработный. Что вы мне можете предложить? А к чему вас в душе лежит? Что вы хотите? Поварское дело, ткацкое дело, бухгалтерия? Какие рабочие профессии хотите обучиться? А может, предпринимательство? У нас в курсе предпринимательства тоже есть. То есть важнейший базовый навык, как сделать финансовый отчет, налоговую отчетность, получить кредит в банке, бизнес-план сделать. Всему это мы там обучаем бесплатно. Еще очень важный цель. Вы пришли грамотная, интеллигентная женщина, скажем, хотите работать на какой должности, но, к сожалению, нет от диплома. Есть у нас там, есть центр оценки квалификации, кто оценит квалификацию и даст сертификат, который признается работодателем. Если у вас неформальное знание, получен, например, скажем, 100 швагерок, например, не заверен диплом, то этот СОК вам эту сертификацию подтвердит. Кроме этого, хотят работать в Узбекистане, там же, как сказал, вакансии, в том же центре дается направлять на работу. Если у нас такой документ, направление, если этот документ работодатель вас не берет на работу по неожиданной причине, то мы даже его проверяем и можем даже наложить на него штраф. И шестое направление, там есть центр миграции. Кстати, там есть представители, вот буквально сегодня, Германии, России, Кореи, Японии, которые обучают и языку, и профессии готовят для выездов этих стран. Иркин Миндарбекович, у меня к вам будет одна просьба, если можно, чтобы у нас все-таки тоже нас смотрят и русскоязычное население, и все-таки наше национальное тоже население в том числе. Вот то, о чем вы сейчас сказали, тоже так же коротко на узбекском языке, если мы повторим, значит, где находится наш моноцентр города Ташкента? Моноцентр. НОиндревние, насколько мне пользуемся многоøühваемых работников, потому что в основном стоимость учебного клапанов нет то, что музорских, основную службу внутри предприятия, жу stream, российские покупники, соглагах продают, по flyугам, по рынку, поэтому мы всегда bipомен. Поэтому нашим полностью человек, у нас нет нет необходимости, и учитывается эта программа не в обслуживание. После начала, мы здесь были в Каспе и в Учинской мрке, и в Учинской обслуживании велик 3 лет, а затем он получил мертвозно-минтекцию, и эту программу есть в Учинской мрке, и для чего-либо поменялось, и при помощи в бронжи. Поэтому, когда вы имеетеся свои проблемы с кашнабадом од pregnancy, мы с вами в Кашнабад Гавренд, Продолжение следует... 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 строительство они сами не контролируют ну а естественно наши как обычно подрядчики так делается значит далее 100 тысяч до на рабочих оставляем 30 тысяч куда уходят 70 не знаю поэтому рабочие эти не хотят там работать как сделать так чтобы у нас оплата труда была все-таки даже если это частная стройка или частный какой-то там инвестор чтобы платили достойно чтобы не ехали за большей зарплаты есть какой-то какая-то статистика мониторинг того почему у нас так относятся эндолады шагу рады кайсу дарады ищу куб кайстер кем чуна может или по науке стонда токсом врачи льданки опала умеешь на госту хоррегет кизме ахалу звезды на пуш лет и кизнеодом дарад лаборки ахалу камаят россия федерация задам камаят у дьяны ищи и их таскета таби халатки гаи куб в роли ахалу куб враг чуна ки кем куб в ладжии тезь герезгерезе талебата талеба новые гауна три улあり у нас из нас иссад хосообrorи ханан наines ханалу ассоциаты ханалу но иных курижков иة камера боуган дженеда ничего не было Узбекистана важно понимать, что он оказалось в 19-е время, что случилось. Он создает его рампиум. Дальше следует не об�года. Но остальное, какое-то положение. Но если вы спросили, что вы плените, люди 다들 не граждане. Они растут, что это особое, которые у них не граждане. Узбекистане, что он говорит, что здесь не граждане. В Санкаре и Дракат оборудовании достигаем департатистов, они не хотят взять силу переношев в бою. Но это не только улучшение работы, но и устроены без depressing, где не было контролируемось, но это не было сайта улучшений между компрессами. Если у нас нет никаких сил, то есть устроены с конституции, и не ... ... А ведь это самооборот? Нет, выскакать, потому что у него была целая помощь. Шульчане, это не был просто, я только не был. Но мне было хорошо в такой ситуации. Я разговаривал, как я начинал меня, если я обманут 몰랐ево, чтобы не было крим domestic. И, конечно, я хотел рейс-вот купить нам. За 125,5 миллиона рублей, если они купить рейс-вот купить, то есть при рейс-иски. К рейс-иски, мы купили рейс-вот купить во всех кримских коптах и мастеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok